Добрый день, меня зовут Александр, а это снегоуборщик Сибирь 62 от компании Патриот. В этом видео я расскажу вам о процессе сборки и немного о технических характеристиках. После того, как вы приобрели снегоуборщик, первая задача, с которой вам предстоит столкнуться, это его сборка. Комплектация выглядит следующим образом. Колеса, желоб, рукоятка поворота желоба, две рукоятки управления, на одной из них находится панель, а также крепежные элементы и комплектующие для сборки. И, собственно, сам снегоуборщик. Сборку стоит начинать с рукоятки, для этого вам понадобится крепеж, а именно болты на 13, которые я буду закручивать с помощью гайковерта. Чтобы закрепить рукоятку на ее посадочных местах, предварительно необходимо снять колесо. Все тросы необходимо спрятать вовнутрь. Ставим колесо обратно и фиксируем шпилькой. Такую же операцию нужно выполнить с другой стороны. Снять колесо, зафиксировать рукоятку и надеть колесо на место. Теперь нам нужно поднять и зафиксировать рукоятку вместе с панелью. Панель крепится с помощью барашковых гаек, шляпкой болтов специально скребленной. Болты крепятся таким образом, чтобы барашек находился с внутренней стороны, для того, чтобы в процессе уборки вы не цеплялись. С левой стороны рукоятка крепится только на один болт. Во второе отверстие крепится рукоятка поворота желоба. Кстати, о самом желобе. Он крепится с помощью металлических элементов. Металлическая пластина подкладывается снизу и фиксируется крепежными болтами. После того, как наживили все крепежные элементы, их необходимо затянуть. Прос изменения положения выброса желоба необходимо пропустить через пружинный фиксатор. После того, как вы установили желоб, необходимо прикрепить рукоятку. Крепежные места находятся возле желоба и на панели управления. Проверяем правильность установки желоба. Он должен поворачиваться налево и направо. Натяжение троса регулируется с помощью гайки. Таким же способом регулируется натяжение троса в приводах колес и шнека. В верхнем положении рукоятка должна находиться под небольшим напряжением. В самом конце необходимо зафиксировать рукоятку переключения скоростей. Она крепится на шпильку. Снегоуборщик собран. Теперь давайте перейдем к его рабочим характеристикам. Размеры ковша 61 на 53 сантиметра. Внутри находится металлический секционный шнек. Каждая секция крепится на срезной штифт. Для чего это? При попадании крупного предмета. Штифт срезается, таким образом освобождая секцию шнека. Нагрузка на двигатель не повышается. Также это защищает вал шнека и червячный редуктор. При сезонной эксплуатации нужно проверить наличие и состояние смазки. По бокам ковша расположены лыжи, по которым и скользит ковш в процессе уборки. Лыжи нужны для того, чтобы нижняя часть ковша не задевалась за неровности поверхности в процессе уборки. Собранный снег отправляется в желоб, из которого вылетает в сторону от места уборки. В желобе находится дополнительная защита от больших кусков или ледышек. Ледышки отскакивают, возвращаются обратно и перемалываются. Все управление снегоуборщиком в процессе работы интуитивно понятно. С правой стороны панели находится рукоятка привода шнека. С левой – привода колес. По середине – рукоятка переключения передач. Никогда не переключайте скорости на ходу. Остановите снегоуборщик, подняв рукоятку привода колес. Здесь же находится ручка, с помощью которой можно изменить угол выброса снега. Здесь же сбоку находится рукоятка поворота желоба. А для плотной фиксации желоба предусмотрены барашковые гайки. Для очистки желоба или самого шнека предусмотрена лопатка. Также с помощью лопатки можно притолкнуть обратно большие ледышки, которые застрянут в сетке. Перед запуском необходимо залить бензин. Заливная горловина находится сверху. Бензин подойдет АИ-92. Также нужно залить или проверить уровень масла. Здесь заливная горловина находится справа. Вот она. Далее открываем топливную заслонку и закрываем воздушную. Переводим рукоятку газа на средний или малый ход. Переводим выключатель в положение ОН. Совершаем пять нажатий на кнопку праймера. И классическим способом запускаем снегоуборщик. Для этого вытягиваем шнург стартера до появления сопротивления. И резким рывком запускаем двигатель. Для прогрева двигателю понадобится около двух минут. После этого переводим рукоятку заслонки в правое положение. Тем самым открываем ее. А газ можно перевести на полный ход. Снегоуборщик переведен в рабочее состояние. Напомню, Сибирь-62 снабжена двигателем на 7 лошадиных сил. А также самоходным колесным приводом. Это позволит вам с комфортом убирать снег. Остальные характеристики вы можете посмотреть на нашем сайте. onlypatriot.com Другие видео о снегоуборщиках здесь. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Александр. Чао! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!